Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Дмитрий Солодин, вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям и тренингу. Сегодня у меня гость, мы рассматриваем Китай, и гость-эксперт по Китаю, я уже его представил вам. И, соответственно, сейчас я бы хотел, чтобы он ответил на мои вопросы. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо большое, что пригласили. Здравствуйте все, кто меня слышит. Надеюсь, будет полезная беседа сегодня. Я уверен, что полезна, потому что информации по Китаю очень мало, и мы по крупицам собираем эту информацию. Надеюсь, эта крупица будет важной, и люди будут счастливы услышать. Итак, первый мой вопрос. Я сделал предысторию. Я собрал вопросы от моей аудитории и структурировал их. И, соответственно, получилось несколько вопросов. Надеюсь, получить на них сегодня ответ. Итак, первый вопрос. К какой модели политико-экономического устройства можно отнести Китай? Есть мнение, что политический строй – это авторитаризм, а экономическое устройство – это плановая социальная модель с контролируемыми элементами капитализма. Так ли это? Есть ли там тенденции к росту социальных благ для населения, пенсии, пособий, гарантии и так далее? Дмитрий, я, наверное, сделаю такое небольшое тоже вступление по поводу вообще информации о Китае. Дело в том, что у нас практически никто не занимается профессиональной аналитикой китайской экономики, либо экономики по секторам, именно используя внутри китайскую данные, данные, которые есть на китайском языке. Буквально можно по пальцам пересчитать те организации, которые реально производят такой макроанализ или анализ о китайской действительности. При этом все, кто этим занимается, это, как правило, академические структуры, либо это структуры заграничной представительства Российской Федерации. То есть в основном эта информация поступает очень после длительного временного лага заказчикам. Заказчики информации – это в основном правительственные структуры в России. И когда, соответственно, обрабатывается эта информация, она обрабатывается востоковедами, экономистами, которые получили свое образование в поздний советский период. То есть средний возраст аналитика по экономике китайская сейчас составляет примерно 65-70 лет. То есть у нас есть некий недостаток кадров в этом направлении. Соответственно, люди, которые бы, или структуры, которые бы анализировали китайскую информацию с первых уст, из китайских источников, они, кстати говоря, в достаточно большом количестве представлены, их очень мало, и фактически таких структур нет. Поэтому вот есть такой недостаток информации, и либо ее какая-то, скажем так, не те сегменты информации освещаются, не те, что нам нужны. И мы фактически находимся в таком слепом состоянии, что не есть нормально, потому что у нас это громадный партнер. И я вам скажу, как анализируют, по моему мнению, крупные компании, корпорации и потенциальные инвесторы информацию по Китаю. Они используют зачастую это все, соответственно, информация из английских источников. То есть мы завязаны на данные, которые приходят из англоязычных источников. И, конечно, здесь очень большой недостаток, потому что, грубо говоря, половины картины мы не видим. Это вот первая крупная такая вот проблема в работе с китайским, скажем так, массивом данных. А данных действительно много. И вторая проблема это то, что китайцы, они зачастую склонны манипулировать статистикой. И те данные, которые приходят, они либо, скажем так, неполные, то есть не отражается статистика, которую можно было бы сравнить. То есть приходит за один год статистика, а за предыдущие вообще не ясные, где искать эту информацию. И, соответственно, вот мы имеем, с одной стороны, старый и достаточно такой древний советский анализ к экономике Китая. И, с другой стороны, недостаток данных именно уже от самой китайской экономики, данных источников китайских, которые к нам приходят. То есть вот в этом плане, поэтому мы и находимся в некой такой слепоте по отношению к нашим партнерам. Но мы не одни такие, на самом деле большинство стран мира, они, в принципе, точно так же не понимают до конца, что реально происходит. И здесь как бы открытости у китайского правительства по отношению к данным их не существует. Поэтому такая вот чехарда. Да, а те, кто реально занимаются Китаем, то есть, грубо говоря, те данные, информации, которые мы получаем, это в основном люди, которые ловят хайп. То есть в основном это не профессионалы, которые пытаются зайти в ту или иную нишу и видят, что это востребовано, что здесь эта информация нужна. И, соответственно, пытаются на этом как-то подняться без глубокого анализа. И я хочу важную вещь сказать, что я тоже при всем моем глубине опыта, что буквально 10 лет в Китае, в разных организациях, государственных корпорациях и так далее, при всем этом я понимаю, что я, например, в отношении некоторых секторов промышленности, я недостаточно глубоко понимаю, и нам нужно там будет, возможно, вместе с этим совсем разбираться и уточнять детали, потому что Китай огромен. Китайская экономика реально сопоставима с американской, при этом она абсолютно не изучена и она абсолютно закрыта. То есть китайцы, они действуют по принципу очень острой конкуренции, в том числе экономических групп, и информацию о себе не дают. То есть здесь в данном случае объем интереса к рынку сопоставим с его закрытостью. Как вы считаете, это все-таки структура совсем раздробленная или это какие-то большие блоки, которые между собой конкурируют, и информация, соответственно, за пределы этой блоки не выходит? Да, это большие блоки, естественно, и одна из моих вот таких направлений следовательской деятельности, это именно для начала просто вычленение этих блоков, чтобы мы понимали каждый раз, что за действием и за заявлением какого-то непосредственного спикера вот этого блока, кто за ним стоит и какие, соответственно, он мотивы преследует. И поэтому, как в основном, это блоки связаны не с политикой. То есть политические, соответственно, блоки, они представляют, лоббируют экономический интерес собственных регионов. Я бы вот хотел вернуться все-таки к первому вопросу по поводу политико-экономического устройства Китая. Спор ведется немалый об этом, соответственно, и то, что я, скажем так, понимаю сейчас на данный момент, на тот уровень понимания, который у меня есть, это то, что, естественно, в Китае есть некая динамическая структура из трех основных таких мощных элементов. Это сильное госпредприятие, госсектор, в основе которого стоит ВПК. Это очень большой сектор малого бизнеса, который состоит из легкой промышленности и торговли. И крупный банковский сектор. То есть вот эти три кристаллизованные конгломерата, они ведут определенную, скажем так, борьбу за влияние, за, скажем так, доминирование и очень сильно зависят от внешней мировой экономической ситуации. То, что реально есть в Китае, это, да, это есть некая конституция, в которой есть преамбула в социалистическом строе, есть название Китайская Народная Республика, но реально то, что там происходит, это постоянная смена, вот динамическая смена ролей, кто доминирует. Когда пришел к власти Си Цзиньпин, соответственно, доминирование пошло по развитию, сильному усилению госсектора, роста госкорпораций, о чем, по какому признаку мы это можем увидеть. Очень по экспоненте вырос долг именно госкорпораций. То есть он стал расти, госкорпорации стали накачивать деньгами, то есть они, видно, что были, они доминировали. Соответственно, в этом русле шло развитие Китая с 2012 года. А кто стал сокращаться? Стало сокращаться, соответственно, после прихода к власти Си Цзиньпина, стало сокращаться влияние малого и среднего бизнеса. То есть его практически стали душить. И то, что мы сейчас видим по сокращению китайской и американской торговли, прежде всего, это бьет по представителям малого и среднего бизнеса, экспортного сектора. И в основном в политике, исторически, уже с 20-х годов 20-го века, эти группы, они представлены по разным причинам именно китайским комсомолам, то есть нынешним премьер-министрам. Он отрабатывает интересы субъектов МСП. Соответственно, есть финансовый сектор, в основном его решения видны по действиям Народного банка. И традиционная финансовая система Китая, уже начиная с конца империи Цин, начало 20-го века, она находится под контролем шанхайской группы. То есть мы здесь видим три сектора, которые находятся в постоянной какой-то динамической взаимодействии, в какой-то борьбе. И в зависимости от международной обстановки в экономике, соответственно, меняются и роли, и какова реальная структура китайской экономики. Но то, что сейчас делает Цзиньпин, он ведет страну реально к усилению госсектора, усилению роста сектора ВПК, тяжелой промышленности. И частично к масштабному инфраструктурному строительству. Это касается коммуникаций в основном. Можно назвать, что это плановая система? Конечно, так по сути дела, если вещи называть своими именами и уйти от идеологических штампов социализм, капитализм и иных, то плановая система в экономике только тогда, скажем, господствует и царствует, когда есть доминирование госсектора. То есть реально, если там условно империализм это последняя стадия капитализма, то плановая экономика это последняя стадия тотального доминирования госсектора. То есть когда везде государство во всех сферах жизни и во всех сферах экономики доминирует, естественно, план это его является логическим завершанием. И естественно, что госплан КНР, он был отодвинут очень сильно после начала рыночных реформ Дан Сяопина. Его переименовали вообще в Комитет по реформам и развитию. Сейчас снова госплан начинает играть политически точно. Это бывший подчиненный Си Цзиньпина, Хали Фен его возглавляет. И пытаются с помощью усиления роли госплана выдавить, соответственно, представителей комсомольской группы, разных их министерств из влияния политики. То есть госплан не только будет свою роль наращивать и, соответственно, влиять уже не просто рекомендательно в развитии региональных экономик, а он будет, соответственно, в дальнейшем уже устанавливать нормы. Нормы и планы развития и уже, соответственно, влиять вместо, скажем так, если раньше чиновник не исполняли планы по росту ВВП, то теперь это будут уже какие-то другие показатели, которые будут, естественно, уже устанавливать госплан. И это уже будет, соответственно, каким-то доминирующим макро-регулятором китайской государственной экономики. То есть и здесь же, как бы, зашит и вопрос о социальных гарантиях. Комсомольцы, когда они были у власти при Генсеке Худзиньтау, 2002-2012 год, они при них очень сильно развились те все, соответственно, налоговые меры, льготы, соответственно, разносоциальные льготы, которые позволили, соответственно, вырасти китайскому среднему классу, но он рос, соответственно, на основе внешнеполитической модели соединения Китая с американской экономикой на правах младшего брата, младшего партнера. И Комсомол, соответственно, таким образом обеспечивал достаточно, скажем так, высокий уровень жизни тех субъектов, интересы которых он представлял в политике. А сейчас, соответственно, идея другая. То есть масштабная инкорпорация всех слоев населения в так называемое бюджетное государство. То есть когда некая есть вертикаль распределения доходов от государства, и все так или иначе люди либо на уровне льгот, либо на уровне пособий, либо на уровне участия в каком-то госпредприятии и так далее, начинают получать и пенсии, и все остальное. То есть вот государство забирает в свои руки все те сферы жизни, которые раньше были частные, то есть и, соответственно, создает такую госбюджетную вертикаль. Это вот то, что лежит на поверхности, в принципе. И да, если мы берем бюджетный сектор, туда пенсии для бюджетников, это работники госкорпораций различных структур типа китайских железных дорог, да, их пенсии регулярно растут и не испытывают никаких влияний условно кризисов или там эпидемий вспышек. То есть основной источник внутренний все-таки, да? Ну, основной, да, источник внутри. И здесь мы замыкаемся в какой вопрос? Здесь плановая экономика замыкается в вопрос роста производительности труда. Если для комсомольского условно периода Китая вопрос о производительности труда был вторичный, потому что, в принципе, речь шла о том, что огромные массы населения продают свой труд, производя товары, которые покупают в США, тут как бы не было смысла ставить этот вопрос. Китайский рынок, он был функцией от роста американского рынка и благосостояния. То есть так остро вопрос о росте производительности труда не стоял. А сейчас, если китайский рынок отрывается от американского рынка, то самый острый вопрос для развития Китая, это становится модернизация его отсталой, по сути дела, ну, 80% отсталой его промышленности. Это роботизация, это новые технологии автоматизации, удаленного управления и так далее. То есть вот эта повестка, если она не реализуется, то плановая экономика в Китае, через 10 лет ее ждет коллапс и опять некая там волна очередной социальной нестабильности. То есть вопрос тут тоже есть среди вопросов ваших читателей о научно-техническом прогрессе, мы к этому придем. Но реально, что Китая очень низкая производительность труда, очень низкая норма прибыли. И пока китайцы были завязаны на американский рынок и были, по сути дела, бенефициарами благосостояния и роста и научно-технического прогресса США, того вопроса не стояло. А сейчас, когда китайцы отвязываются от них, у них встает очень острый вопрос о научно-техническом развитии. Хватит ли технологий? Хватит ли технологий? Да, не только технологий, ведь технологии – это просто чертеж. Грубо говоря, если мы возьмем, например, тот же атомный проект китайский, то уже условно, еще до образования КНР, с пользой своими международными связями, уже Франция помогала определенным группам в атомном проекте, определенным группам Китая. Но ядерную бомбу они получили только благодаря очень тесным связям с Советским Союзом и Соединенными Штатами. То есть ядерная бомба, то есть чертежи были уже условно с 47-го года, но реально первую бомбу взорвали в 64-м году. То есть иметь просто технологию – это недостаточно для того, чтобы ее развернуть в производство, и чтобы кто-то мог воспользоваться плодами вот этого нового научно-технического рывка. То есть в данном случае вопрос, кто будет вот тот инженерный состав, та научно-техническая школа, которая будет реализовывать в Китае те или иные технологии – это вопрос на повестке дня, особенно учитывая то, что с американцами будет полный разрыв. И, конечно, Си Цзиньпин и его группа, они судорожно ищут те внешние связи, не обязательно это только Россия, это и Германия, может быть, и Франция, и Италия, откуда можно получить, соответственно, ученых, которые бы эти цепочки могли сопоставить. Потому что китайские научно-технические школы, несмотря на огромное вливание в них денег, они по-прежнему очень сильно зависимы от внешних образцов. То есть в данном случае они просто условно копируют это, но создать что-то новое, чтобы быть опережающим в каком-то уровне, они не могут до сих пор. То есть до сих пор китайцы очень сильно отстают, и все, что они делают, это в основном результаты многочисленных методов пробы и ошибок, копирования. В основном эти результаты достигнуты с помощью многократных объемов экспериментов, больших в коммуникациях, в телекоммуникациях, либо это биотехнологии. Но там тоже речь не идет о каких-то прорывных, именно системных вещах. То есть речь идет о том, что многократные опыты проводились методом научного тыка, соответственно достигаются какие-то результаты. Но реально китайская система научно-техническая, она не готова к такому рывку, им нужен какой-то внешний элемент, внешний приводной двигатель, который бы им постоянно снабжал какие-то образцы, образцы научно-технического технологии. Например, они в России пытаются эти образцы получить, этим занимается компания Huawei, пытается скупать эти технологии. Тут вопрос уже к России, готовы ли мы, на каких условиях мы готовы обеспечивать научно-техническое развитие. А какой вы видите роль России вообще, на какую роль она может согласиться в такой связке? Потому что Китай, мы знаем, это требовательные партнеры, и они будут очень агрессивно отстаивать свои интересы в таких вот подобных партнерских сделках. Ну, китайцы требовательно-агрессивные, русские им подстать. То есть здесь тоже люди достаточно понимают в себе цену, и размениваться или там, скажем так, становиться младшим партнером просто так, наверное, здесь тоже в России никто не будет. У вас действительно был список вопросов. Один из вопросов, он касался, соответственно, заменит ли юань доллар как резервную валюту, и будет с Китая с развитой экономикой как США. Вот такой вопрос был интересный. Он касается непосредственно России. Потому что если Китай будет как США, то тогда что будет Россия для вот этих вот новых Соединенных Штатов? Здесь очень интересная ситуация складывается. Дело в том, что если в Китае останется власть Си Цзиньпина, вот этого госкорпоративного сектора, который имеет тесные связи с Россией, и пытается построить какой-то общий диалог с Россией, то Россия очень перспективное направление, потому что через нашу территорию и пойдут, соответственно, и потоки грузовые по Евразии, и, соответственно, Россия будет представлять определенную, скажем так, будет играть роль такой Канады. Я не хочу сейчас заниматься какими-то, значит, пропагандой завиральных идей, что вот мы заживем прекрасно при Китае и так далее. Но дело в том, что если, дело в том, что ситуация складывается так, что действительно нынешнее руководство Китая видит, именно в лице Си Цзиньпина, оно видит именно такой надежный тыл. Но если вы посмотрите на историю Соединенных Штатов и Канады, вы увидите, что Соединенные Штаты не раз прорывались оккупировать Канаду, потому что Канада все-таки принадлежала к, была одним из британских доминионов. То есть, это тоже не очень простая история была. И сосуществование Соединенных Штатов с Канадой, это очень сложная, как и история Канады, очень сложная такая история, потому что... Ну, с моей точки зрения, Канада была все-таки завоевана, просто не формально, а капиталом. То есть, американский капитал. Но здесь было не завоевание, а симбиоз. То есть, симбиоз, когда канадская нефть, условно, поставляется в Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты ее с удовольствием покупают. Американские туристы ездят в Канаду, канадские туристы ездят в США. Но у нас, в отличие от Канады, есть еще и другая роль, которая позволяет, ну, скажем так, судить о том, что мы будем более весомым игроком, в случае, если такая схема будет реализована. Потому что мы даем Китаю возможность движения в Европу сухопутным образом. То есть, логистический, логистический... Да, у нас здесь становится ситуация такая, что если у Китая становится нестабильный морской транспорт, то мы через Россию проходит уже такая дорога жизни для Китая, потому что все потоки нельзя будет пустить по Средней Азии. То есть, пытаются судорожно китайцы... Они понимают, что в случае того, что если морское сообщение будет нарушено в результате конфликта США, все потоки пойдут, соответственно, через Россию. Россия – это тоже сложный партнер для китайцев, очень бесконечно сложный партнер, который начнет просто выворачивать руки китайским транспортным компаниям и будет заставлять и так уже, они достаточно много платят за наше воздушное пространство, уже и так Транссибирская магистраль, соответственно, перегружена китайскими, соответственно, не хватает вагонов, не хватает составов, уже почти стопроцентная заполняемость именно из-за того, что китайские грузы идут в Европу по сухопутному пути, они идут по экспоненте. Вот сейчас из-за коронавируса морские порты показали статистику роста перевозок по железной дороге, то есть из порта, который находится в Китае, ведется по железной дороге груз. Вот такие грузы уже на 150% за первый квартал выросли. То есть видно, что идет переориентация. В случае того, что Россия будет контролировать этот поток, а Иран, Турция и Средняя Азия – это очень нестабильные территории, то у нас тогда появляется, в принципе, шанс на равноправие. Вот такой... Монополизм определенный, да? Да, то есть монополизм. С другой стороны, китайцы – это некий центр мира, потому что у них огромный рынок, у них огромные золотовалютные резервы, они огромные, соответственно, и производители, и так далее. Мы сейчас рассматриваем такую марсианскую, умозрительную модель, но тем не менее она имеет место быть. Если так становится, в случае того, что у нас есть монополизм на транспортные потоки, мы, соответственно, уже наша роль из очень маргинального партнера, которому можно сделать все, что угодно, она вырастает. И мы тут уже имеем возможность какую-то диктовать, какие-то условия китайцам, играть равноправную роль в его отношениях с Европой. И еще же есть, кроме транссибирских магистралей, самый короткий путь из келя китайских грузов в Соединенные Штаты и Европу. Я подчеркиваю, именно в Соединенные Штаты. Через Северо-Ледовитый океан, который к 30-35 году будет круглогодично судоходный. Почему там такое большое внимание именно российских вооруженных сил к Северному морскому пути? Потому что это будет одна из веток вот этого транспортного потока китайских грузов в Европу. Золотая жила. Да, золотая жила. И кто ее будет контролировать? Берингов пролив. Кто будет Петропавловск-Камчатск контролировать? Порт Норильска, Сабепта, Архангельск, Мурманск. Соответственно, это и будет, соответственно, и настоящим шелковым путем. Потому что это дешево, морской перевозки. Это быстрее на 25 дней, чем через Суэцкий канал. А уже если там говорить о том, что грузы из Китая, условно, из Шанхая и Долянь доходили бы до Нью-Йорка, это даже не посопоставимо. На карту стоит посмотреть, какой огромный путь проделывают, соответственно, контейнеровозы по Тихому океану, и какой короткий путь через российский Северный Ледовитый путь в Нью-Йорке, или там, например, в какие-то канадские порты, или там, условно, в Северную Европу. Это очень короткий путь. Здесь золотая жила. Реально здесь меняется и экономическая география, и, ну, скажем так, геоэкономика России. То есть мы становимся реально побережьем Южной Арктики, мы становимся реально арктической державой. Сколько бы смеха сейчас не было, но через 15 лет это, соответственно, реальность. Кто это будет контролировать? Потому что в Арктическом Совете есть и Сингапур, и Индия, как наблюдатели. Они все понимают значение вот этого, как бы, вот этого развития. И теперь вот этот вопрос по поводу заменит ли юань доллар. На самом деле реальность такова есть. Такая реальность, что действительно юань способен, но не один, а в каком-то союзе с несколькими региональными валютами. То есть альтернативный МВФ. Да, альтернативный. А может быть, с учетом того, что Китай захватывает, скажем так, высокие посты в международных организациях, никакой альтернативы и не будет. Возможно, просто МВФ будет с китайским руководителем. Вот этот вариант тоже не существует. Перехватит управление. Перехватит управление, потому что заместители уже МВФ, это китайцы. То есть это уже не первый год ситуации. С 2015 года, я точно помню, что уже один из заместителей МВФ, это был прекрасный шанхайский регион, и все шанхайцы в основном международных организаций. Соответственно, они просто перехватывают МВФ, заменяют доллары, СДР, и, соответственно, мировая элита, она уже отказывается от в связи с поведением США, с курсом на изоляционизм. Они, скажем так, перемещаются в Китай и, соответственно, пытаются из Китая сделать какую-то базу. Здесь вопрос какой? Политический. Значит, что Китай способен предложить миру именно в политике, идеологии, насколько зрелы его концепты? Это вот отдельный вопрос, потому что США предложила свою модель мира, свою модель, под которую уже, соответственно, некое моральное обоснование своего лидерства. Здесь, я думаю, у Китая очень много проблем, хотя он постоянно пытается вот как-то забросить удочку, зайдет или нет, как в тот или иной лозунг, например, построение человечества с единой судьбой, например, какая-то экологическая цивилизация. То есть Китай постоянно мониторит ситуацию, готов ли мир присоединиться под крышу одного из его каких-то вот таких глобальных лозунгов. Но, в принципе, Китай готов структурно дать, скажем так, 51% вот в этой новой наднациональной валюте. Не обязательно речь идет о 100%, но точно, что он готов разрушить гегемонию доллара в союзе с другими валютами, к этому он готов. И здесь будет как раз вот речь идти о том, что все это будет вернуться к старым временам, прежним, когда золото определяло, соответственно, финансовую систему. А теперь о товарной торговле. Мы все понимаем, что доллар, его как бы господство, оно держится за счет того, что 60-70% и в разные периоды до 100% товарной торговли мировой происходит за доллар. Что это такое? Это торговля энергоресурсами, это торговля оружием, и это теневой, это разный, скажем так, нелегальный бизнес. Это наркотики и все остальное. Все это происходит именно в долларах. И какие-то маргинальные позиции, не самые большие, занимают евро и другие валюты. Сейчас, если мы посмотрим на торговлю Китая с странами Ближнего Востока, странами Африки, Латинской Америки и так далее, мы увидим, что и даже Россия, Япония, и Корея, всех соседних с ним стран, он является самым большим торговым партнером всех его окружающих стран и всех стран Евразии. Это что значит? Это значит, что в принципе эти страны готовы перейти в его торговлю с ним за ЮАЙ. И альтернативы его товаров не существует. Мы уже посмотрели, увидели это на масках. Мы видим, что за короткий срок казалось, ну маска же, это просто, это ее можно в принципе шить, не обязательно иметь супер... Промышленные мощности нужны, чтобы шить. Да, нужны промышленные мощности, люди, какие что-то еще. То есть очень много всяких моментов. И мир не готов отказаться от китайских товаров даже в период шока. И это показывает то, что в принципе Китай, вот эти вот схемы для того, чтобы товарная торговля пошла на ЮАЙ, они существуют. Существует система фьючерсов на китайских биржах практически всех товаров. То есть есть отдельные исследования, которые сравнивают американские системы биржевые и китайские товарных бирж. В принципе, Китай уже подготовил такую систему альтернативную. Все, и в принципе он готов к такому сценарию, что он будет потихоньку вытеснять американцев из всех сфер. И в принципе он к этому готов. Но в Америке какой на этот ответ единственный существует? Когда Ливия или Ирак захотели торговать нефтью за евро, после этого сразу же последовали военные операции против них, то есть Китая. Я тоже такой хотел вопрос задать. Это один из вопросов. Намечается разрыв между США и Китаем. Главные причины. Частично, конечно, вы уже описали их. То, что происходит это конкуренция. Я думаю, что американцы не будут сложа руки смотреть на то, как у них отбирают лидерство. Они понимают текущее соревнование, можно так назвать. И насколько остро может возобновиться эта торговая война и главная причина. Многие этого не знают. Я бы хотел от вас услышать основополагающие, главные. Ну, прежде всего при демократах, при Обаме в США произошло резкое ослабление местных соответственно корпораций. То есть мест, собственная экономика США, она была, как в свое время СССР, она была фактически отдана на съедение транснациональным корпорациям, которые не имеют отношения непосредственно к Соединенным Штатам. То есть здесь мы видим, что при приходе Трампа его основная риторика была избавиться от китайцев, изучить все вот эти вот действия китайцев на рынке американском, их инвестиции. И, соответственно, просто речь шла о том, что Китай очень сильно глубоко, соответственно, очень сильно увеличил свое влияние в Соединенных Штатах. И в то же время на территории Китая стало расти влияние соответственно этих транснациональных корпораций, которые базировались в Соединенных Штатах, но, естественно, они непосредственно населению Соединенных Штатов и, скажем так, непосредственно местным корпорациям они не приносили никакой выгоды. То есть здесь двух сторон началось желание просто самосохраниться, то есть уничтожение национального сектора этими транснациональными корпорациями. То есть здесь в данном случае вот этот разрыв он был уже с 12-го года начинается давление на американцев Китая, а с 16-го года на китайские корпорации, на их сектор в Соединенных Штатах начинается давление американцев. Что здесь более крупная причина, чем какое-то банальное соревнование. Дело в том, что сам мировой рынок достиг своих пределов и в принципе интеграция мировая больше не приносит такой выгоды, как она приносила раньше. И наметился распад мировой системы и в этом распаде мировой системы естественно пытаются национальные производители закрыться, создать какую-то систему обороны собственных рынков от иностранных участников. То есть предвидя этот распад, конечно же первыми стали местные национальные игроки вытеснять международных игроков. В США это крупнейший игрок Китая, то есть с него начали, а в Китае это американцы. То есть их начали вытеснять местные соответственно крупные игроки. То есть вот здесь распад мировой системы и частный случай и достаточно крупный это вот распад китайско-американского такого конгломерата. То есть это в принципе такой исторический процесс в том числе. То есть у него да, есть свои какие-то акторы, то есть это комсомольцы, демократическая партия, республиканская партия, цзиньпин, но над ними есть общее давление исторического процесса. Можно назвать это новой формы империалистических войн? Ну например есть косвенные показатели такие вот интересные скажем взаимосвязь, что есть перед Первой и Второй мировой войной был резкий рост числа своповых соглашений между странами. То есть соответственно сейчас точно такой же рост как перед Первой и Второй мировой войной. То есть всегда перед войной какой-то происходит развал экономических связей. Сложная кооперация разваливается. То есть грубо говоря кредитная экономика она уже не способна себя обслуживать и первые трещины идут они между государствами. И потом они углубляются возможно там уже ну то есть дальше уже какой-то процесс идет. Но вот это первые трещины распада глобальных связей. И вопрос просто я тут хоть не до конца мы по поводу юаня раскрыли. Дело в том что даже если Россия войдет в этот союз некой новой наднациональной валюты роль ее будет далеко не самая основная. То есть это ну это будет явно больше роли Ирана явно больше роли там условно каких-то арабских государств. Но трудно представить что мы будем одинаково такую же роль играть с китайцами. И для нас это основной вопрос. Но несопоставимы размеры наши. Да несопоставимы экономические размеры и как с китайцами выживать будущее имея такого крупного соседа который еще централизованно начнет влиять на валютные рынки и прочее это мне кажется вообще вопрос 21 века он нетривиальный он непростой на него очень сложно ответить. Но то что мы будем рядом с китайцами это очевидно. Американцы хотели конечно бы нас включить в свою зону долларовую так мы в принципе в ней и остаемся. Если мы в ней останемся то неизбежен сценарий что Россию будут использовать как пушечное мясо в борьбе с китайцами. Мне кажется что вот здесь между как бы между тем что Россию бросят в огонь войны с китайцами и то что Россия будет например зависима от китайской экономики вот это два огня между которыми Россия нужно будет пройти в 21 веке это вот самый такой основной вопрос. И по поводу более таких коротких ну более таких практических моментов по поводу юаня спрашиваю да что может ли юань стать да у него очень большие большие очень потенциал у юаня но дать однозначный совет что бросаете все покупаете юань это я пожаловал на себя такую ответственность не надо еще учитывать что постоянно девальвирует поэтому может быть вот это очень важно что в нынешней ситуации чтобы выиграть именно чтобы спасти свою промышленность чтобы масштабно завалить весь мир своими товарами вытеснить при этом товары американцев всех остальных игроков а это единственный путь спасения для китайцев чтобы у него вот эта вот масса рабочих не сбунтовалась ему нужно сильно девальвировать юань ну речь идет как минимум там о девальвации ну на 50 может быть 100 процентов уже такое было то есть когда был сильный разлад с американцами в период тянь-янь-мэнь юань девальвировали то есть он был 3,80 по-моему к началу 1980 года 3,80 юаня за доллар а на тянь-янь-янь по-моему он уже стоил около 10 юаней то есть китайцы постоянно решали свои вот именно военные группировки которые госсектор контролируют они эти вопросы всегда решали девальвации естественно никому из внешних рынков не нравится когда такая манипуляция с валютой происходит но китай другого выхода не останется то есть да в долгосрочной перспективе какие-то активы в китайской экономике вложения в китайскую экономику они конечно перспективны в долгосрочной перспективе надо смотреть весь этот год следующий год что будет с Китаем да ну мне кажется в данной ситуации вот я просто свою точку зрения тоже выскажу может быть я не прав когда у нас идет развитие рынка рынка потребления тогда у нас обычно укрепляется валюта для того чтобы у потребителей потребительская сила была большой а с учетом того что в Китае в основном сосредоточены промышленные промышленные объекты промышленной мощности сложно себе представить чтобы они в этой ситуации укрепляли свою потребительскую способность или это не так вы абсолютно правы что действительно сложно представить но при комсомоле так и было то есть при комсомоле укреплялся именно юань чтобы потребитель средний класс мог покупать иностранные товары и чтобы стимулировать производство соседних экономик потому что по сути дела внутренний рынок Китая он весь наполнился юанями которые имитировал народный банк в огромном количестве но все эти юани были использованы для того чтобы Китай мог потреблять иностранную продукцию то есть комсомол занимался своей левопопулистской политикой по сути дела печатал деньги раздавал населению создал скажем так синий пояс среднего класса то есть крупные города прибрежные которые в принципе очень удовлетворяла политика комсомола то есть они вот этими раздачей условно как при Моо Цзэдуне там еды бесконтрольной и так далее они один в один по сути дела политика левопопулистская они вот добивались любви населения такого чтобы их поддержки широкой комсомолской организации в Китае надеюсь что когда-то коммунистическую партию отменят сейчас наоборот понятно что чтобы вернуть рабочие места чтобы китайские промоцеха снова запустились чтобы китайские товары были конкурентными нужно серьезно девальвировать юань вот это точно и ближайший год будет понятно вот как бы если выиграть Си Цзиньпин соответственно всю эту битву то конечно юань девальвируется вопрос на сколько ну я думаю что до 10 до 10 юаней за доллар это реально поэтому покупать юани ну я не знаю как бы стоит ли стоит ли покупать юани сейчас хотя вот наш центральный банк он считает по-другому что действительно стоит и у нас в отличие от всех остальных банков центральных банков всего мира у нас резервы в юанях 10 раз больше чем в среднем у других резервов у других банков мне кажется это связано с ростом взаимной торговли то есть баланс да нет ну взаимная торговля есть у Японии например с Китаем и у Южной Кореи и так далее но их все-таки резервы они в юанях на таком вот пропорциональном соотношении не такие большие как у России Россия реально очень большой пропорции именно мы храним деньги в юанях как государство я думаю здесь в данном случае уже политика речь идет а не о торговле вот ну еще вот один вопрос тоже мне кажется он продолжает нашу беседу прогноз противостояния США и Китая на ближайшие годы мы сказали причины почему это возникает мы сказали что скорее всего ждет нас в самое ближайшее время но какие риски для инвесторов в Китае и США Китае и США потому что моя аудитория она в основном инвестирует в акции американские но при этом на американском рынке есть очень много АДР которые китайские компании крупных таких как Алибаба Уэйбо и прочих Байду как кто выиграет в этой борьбе и что будет с побежденным ну мне вот политика Трампа она очень напоминает структурную политику Америки по отношению Рузвельта по отношению к Японии то есть с чего они начали они начали с того что перед войной они начали просто нефтяной эмбарго то есть они начали энергетически давить и китайцы готовятся к нефтяному эмбарго создавая дополнительные соответственно резервы нефтяные сейчас ну говорят что это из-за того что они дешевая нефть и они решили соответственно из-за дешевой нефти создать резервы но нефть еще не настолько дешевая то есть они ее все-таки покупают и другая причина это реально подготовка к нефтяному эмбарго со стороны США а то что еще делал Рузвельт это он загонял японцев в резервации то есть он их концлагеря во время войны японцев сгонял в концлагеря то есть в данном случае Соединенные Штаты они на 100% готовятся и Байден и Демократическая партия и Республиканская конфискация китайской собственности да уже я тоже почувствовал это потому что идут постоянно разговоры что китайцы виноваты в этом вирусе и что нужно как бы их наказать чуть ли не триллион долларов как ни странно ровно такая сумма лежит в облигациях США или сенатор Круз если мне не изменяет память он сказал 6 триллионов то есть это на самом деле примерно есть объем собственности зарубежной которая находится в США и которая находится на счетах китайцев чтобы ее конфисковать американцы они придумают способ они уже приняли хотят принять уйгурский акт это значит что если якобы в производстве компании задействованы уйгуры это бывшие освобожденные из концлагерей то тогда компания не имеет доступа к американскому рынку я не исключаю что по уйгурскому или тибетскому акту вот и будет происходить эта конфискация а последует ли за этим конфискация американского имущества в Китае потому что мы знаем что многие промышленные мощности крупных компаний транснациональных они находятся как раз в Китае мы говорим сейчас ибо Apple и даже в таких конгломератах как Volkswagen и прочее скорее всего китайцы очень избирательно ну и американцы тоже по отношению к китайцам китайцы очень избирательно будут относиться к конфискации этой собственности первые кто почувствовал дым это японцы они уже приняли акт о переносе своих производств в Японию то есть все это будет помогать государство переносить производство японские на территории Японии то есть уже японцы как самые ближайшие соседи Китая исторические их враги они почувствовали что скорее всего может быть раскулачивание начнется с них или с каких-то более маргинальных игроков потому что Китай возможно будет испытывать определенную тревогу и опасения в отношении конфискации собственной американской собственности потому что американцы они способны и на военный конфликт и это будет основание для военного конфликта но то что китайские компании находятся в зоне риска конфискация причем безотносительно кто выиграет выборы в 20 году в США безотносительно этого это точно то есть вложение в китайскую компанию которая будет конфискована ну это очень рискованные вложения это точно то есть в 20 году лучшая стратегия для инвестора это вообще отказаться от вложений и ну каких-то рискованных шагов потому что именно в китайские компании именно в китайские компании потому что ну однозначно что это абсолютно рисковый актив становится сейчас именно вот такой внезапно внезапно рискованный то есть мы можем увидеть это единовременно то есть приняли решение как Huawei да Huawei арестовали и у Китая и американцы уже арестовали собственности Ливии и всех других и Ирана и так далее они в принципе готовы арестовывать собственность ну да в принципе наверное законодательно уже готовы да это схема отработанная по отношению к другим государствам которыми Соединенные Штаты враждовали это уже отработанная схема и тут не надо будет даже долго ждать китайцы это тоже понимают поэтому то что сейчас происходит вот на волне этого всего это абсолютный хаос среди китайских активов в штате Калифорния и вот китайцы я уверен что они просто предощущение какого-то исхода из Соединенных Штатов потому что очень уже из них делают такого козла отпущения во всех грехах американских и зная что китайцы это очень этнические культурные народные населения то конечно здесь ожидать снисхождение голодных американцев убирает из-под удара свое имущество да скорее всего они будут но вопрос куда они будут выводить потому что это в основном бизнесмены которые не мирились с китайским режимом которым не нравится Китай то есть тоже непонятно куда они будут бежать возможно в Европу куда-то еще то есть вот здесь очевидно что здесь вкладывать именно в этот в этот сектор точно не надо мне как инвестора компания Alibaba интересует этот тоже аспект в случае если будет нанесены какие-то санкции или ограничения по отношению к мировой торговле Китая с другими странами что будет с Alibaba будут ли они искать альтернативные рынки если будут основные рынки европейские американские закрыты для нее да во первых даже без санкций без войны с Соединенными Штатами Alibaba очень неприятная была история для Амазона то есть даже если бы не было ничего то Амазон бы продолжил бы очень как бы сказать негативно и воевать с Alibaba это первое второе есть момент такой важный что мы должны знать об Alibaba это то что на 30% это является собственностью софтбанка японского то есть это нечистый госактив то есть Alibaba это такой аналог достаточно свободной компании свободной от политических обязательств компании которая напоминает мне Евросеть в России вот что-то вот такое мне напоминает то есть некую Евросеть в России плохо закончила да плохо закончила то есть здесь идет давление на Alibaba и оно будет идти и со стороны внутренних китайских сил у них есть очень сильный конкурент JD.com это северокитайская такая полный аналог копия Alibaba который держит северные районы страны Пекин и она с удовольствием сожрет активы Alibaba и при этом как бы думать о том что JD.com будет чем-то хуже чем Alibaba вот как доставка как что-то еще ну не настолько хуже чтобы от нее отказались то есть Alibaba в принципе ничего не придумала такого особенного да то есть это просто площадка электронной торговли да и как и Евросеть это была просто сеть магазинов удобных для покупки той или иной техники коммуникационной и так далее здесь поглощение пройдет незаметно то есть как бы в данном случае это так же как Яндекс поглотил Uber например в России да еще что-то то есть вот здесь на случай Alibaba это персона это скажем так фигура под ударом номер один тем не менее фигура в капитализацию больше 100 миллиардов долларов это будет ощутимо для рынка наверное и как посыл для всех остальных инвестиций китайских посыл да что сыпятся сыпятся частные игроки но Россия же не развалилась после ликвидации Евросети и даже после ликвидации Юкоса России не развалилась более того святое место пусто не бывает а в Китае уже есть аналог JD.com с удовольствием выкупит акции Alibaba и с удовольствием просто переклеить лейблы с непонятного названия почему кстати Alibaba называется Alibaba потому что Jack Ma Маюнь Ма это фамилия китайских мусульман которые торговали соответственно с Китаем и перемешались с арабами из Средней Азии это лошадь значит потому что они торговали лошадьми фамилия Ма Jack Ma соответственно он поэтому Alibaba и назвал и я думаю что с удовольствием китайцы поддержат своего JD.com и соответственно когда он будет это поглощать эту Alibaba с непонятным названием из Alibaba культа не надо делать то есть как бы Alibaba это культовая данный интерес именно практически интерес а есть ли такой вариант что если как бы Alibaba уже назначен жертвой первой наверное крупной жертвой ну может быть да одной из жертв если я сразу делаю вывод что в принципе государство Китая первым может нанести удар по Alibaba для того чтобы опустить котировки очень низко искупить да они дал в том что удары по Alibaba были уже до этого то есть они с 15 года находятся под ударом юстиции китайской судебной системы регулярно JD.com подает иски и судебная система Китая встает на сторону Jack Ma то есть Jack посмотреть дополнительные материалы на сайте Южной Китая об этом достаточно много было написано что после прихода Си Цзиньпина к власти во-первых не нравится то что Alibaba это третья японская организация не нравится что она независимая и Alibaba очень жаловал китайский комсомол то есть прям вот они их на самом члены полетбюро да это были их друзья поэтому в принципе Alibaba она под раздачу попадет вот мне сейчас пришла мысль хорошая для инвесторов что в принципе европейские компании в Китае они будут сохранены то есть все эти европейские например австралийские новозеландские для них сделают исключение то есть они будут находиться и преуспевать они займут такую-то нейтральную сторону в данной китай заинтересован в сотрудничестве с Европой он не видит угрозы от конгломерата европейских стран и для России конечно очень большие открываются горизонты но я хочу сказать что почему Россия до сих пор не захватила китайский рынок это вовсе не потому что мы не знаем китайский язык или потому что китайцы нам мешают нет просто вот честно откровенно после работы многолетней с российскими производителями экспортерами инвесторами просто не хотят скажем так вкладывать в развитие сети то есть интересует короткая прибыль вложил грубо говоря схватил получил прибыль побежал короткие высокие вложения с высокой прибыльностью китайский рынок его требуется там находиться его нужно развивать его надо вкладывать но он будет давать себе отдачу и те как бы российские инвесторы которые зайдут туда зайдут с помощью государственной крыши какой-то они будут соответственно преуспевать им будут давать зеленый свет на протяжении всего китайско-американского противостояния а ощущение что оно будет происходить ну десятилетия точно мне очень сложно сейчас сказать что чем закончится выстоит ли Си Цзиньпин останется ли Трамп но то что китайская экономика останется она будет развиваться это да и один из вероятных прогнозов это то что Россия будет как бы таким вечным нейтральным соседом при воюющем Китая и США за лидерство в 21 веке и эта вся война может продлиться очень долго может быть все столетия и те кто сегодня начали развивать какую-то свою сеть в Китае хотя бы туда приехали с кем-то познакомились наладили какие-то контакты наладили контакты с китайскими официальными лицами и так далее продолжать с ними общаться разумеется это все инвестиции правильные то есть это правильная инвестиция времени сейчас в принципе время приходит прямых инвестиций потому что моя аудитория моего канала она в основном это портфельные инвесторы то есть которые вкладывают в акции я так понимаю в случае роста государственных секторов в Китае а с усилением Синьдзимпини это можно ожидать по вашим словам в этой ситуации для инвесторов как бы закрывается лавочка то есть мы не знаем куда вкладывать и я правильно понимаю ситуацию то есть только прямые инвестиции будут работать наиболее эффективно да прямые инвестиции будут работать эффективно но и китайский рынок акций он в принципе либерализуется по отношению к иностранным инвесторам да то есть там понятно что китайцы они могут формально дать доступ американцам к своему рынку акций до какого-то объема но реально они будут чинить ему всякие бюрократические препоны вот это мы уже видим когда одна из частей сделок одна из частей американско-китайской сделки касалась возможности покупки плохих долгов со стороны соответственно инвесторов американских но то что мы видим сейчас из-за того что Си Цзиньпин все-таки побеждает на бюрократическом уровне вот бюрократы китайские не дают доступа к американцам к выкупу этих плохих долгов хотя они растут в связи с коллапсом экономики то есть это наверное приведет к тому что за долги заберут уже собственность и непосредственно поглотят нет мне кажется я просто это привожу к какой пример в связи с тем что Россия может быть открыт доступ к уже прямым инвестициям к покупке акций участия вот в собственности китайских корпораций и сейчас в принципе можно ведь и покупать акции будучи частным трейдером но только если ты резидент китайской народной республики то есть в принципе через частных трейдеров через китайского партнера можно было бы рассмотреть возможность участия на китайском рынке акций это возможно но единственное что со всеми рисками когда у вас в операцию осуществляете не вы а вывод денег он будет соответственно тоже затруднен либо он будет с комиссией то есть тут вот в принципе это интересное направление именно вложение в сектор китайских компаний и здесь конечно компании могут быть интересны сам именно научно-технического сектора технологические компании и сами по себе российские совместные компании с Китаем здесь тоже очень страшная пробуксовка крупные даже очень игроки наши многократно скажем так ломали зубы о научно-техническое взаимодействие с Китаем но в принципе мы стоим на пороге если мы эту перспективу рассматриваем как 80 лет до конца 21 века то в целом я думаю что это очень перспективно именно сейчас начинать мне кажется у нас особо выбора-то и нет данной ситуации при этом и выбора-то особо нету абсолютно право что Европа она даже если открыто останется она стагнирует и она будет фактически формально и по факту скуплена китайцами Индия очень специфичный рынок есть оптимисты по поводу Индии что она поднимется с колен и будет противопоставить там британское влияние мне кажется до сих пор очень огромное там и британское влияние и растет американское и ну это очень сложный вообще вот такой вопрос сможет ли Индия вообще противопоставить себя Китаю хотя вот она в этом году 20-й год и для Индии очень год такой знаковый вот она в этом году вошла в пятерку крупнейших экономик мира потеснив свою бывшую митрополию Британскую Великобританию Насколько я слышал по слухам американцы хотят как раз выводить свои активы именно в Индию или в Вьетнам то есть в эти страны куда где еще рабочая сила еще забыли Индонезию еще Индонезию да то есть Индонезия Вьетнам и Индия это вот такая площадка для соревнования Соединенных Штатов и Китая но опять же вопрос сейчас на гребне ну это вопрос очень острый очень интересный и данных очень мало и действительно нужно прям по крупицам собирать информацию и очень много дезинформации насчет Китая причем есть очень много направленной дезинформации и иной раз ты читаешь какое-то очень солидное издание типа Нью-Йорк Таймс или что-то еще и ты видишь что просто реально материал сфабрикован и отчасти это связано отчасти это связано с тем что эти издания они не используют также китайских американских востоковедов или чего они используют именно местных китайцев которые пишут для них материалы а китайцы он уже ему как бы верит что он вроде не может предоставить какую-то неверную информацию они этим кстати говоря очень часто грешат вот то есть в данном случае у самих американцев это вот то что книги которые я пишу это одну как методологическую проблему рассматриваю когда китай был зависимой колониальной страной данные которые поступали оттуда и в советский союз и в соединенные штаты великобритании были точными потому что на принципе люди которые там жили они не ориентировались на китай как на будущую какую-то державу они понимали что это какая-то ну условно азиатская африка и будущего у нее нет и поэтому просто снабжали своей информацией без искажений и великобритании и советский союз и сша сейчас ситуация поменялась китайцы верят в Китай они действуют самостоятельно они закрывают страну они выстраивают какую-то глобальную империю то есть уже сейчас проблема именно методологическая по сбору информации китайцы больше не говорят как бы о себе правдиво они используют дезинформацию а вот еще один вопрос интересный я просто сейчас все думаю о своих личных интересах есть такая тема очень важная которая обсуждается в нашем сообществе это Тайвань на Тайване размещается такое большое предприятие насколько я знаю оно частично по-моему государством Китая финансируется на котором размещается размещается заказы компании AMD это производство полупородниковой технологии в данном случае процессоров вот вопрос а кто контролирует Тайвань Китай или все-таки американцы вот по Тайване очень интересная история почему нужно просто посмотреть как Китай раньше существовал Тайвань дело в том что в составе Китая Тайвань толком находился около 150-70 лет и потом с 1895 по 1445 год это была территория Японии то есть там очень сильно японское влияние на Тайване это первое второе это уже влияние китайцев и третье это уже влияние американцев то есть в данном случае говорить о том что кто больше всего влияет на Тайвань политически научно-технологически и так далее здесь как бы нужно понимать что это влияние и Японии и Соединенных Штатов тут чистый практический вопрос такой будут ли во время торговой войны нанесены санкции именно тайваньским предприятиям потому что тайваньские предприятия будут бенефициарами торговой войны и вообще войны потому что если она не будет только на территории Тайваня потому что тогда американцы увеличат свои вложения в Тайвань и тайваньцам всем будет дан зеленый свет на американском рынке то есть тайваньские предприятия, в случае того, что у нас сейчас есть три направления конфликта горячего, да, если это одно, если тайваньское направление не будет рассматриваться как вот реально место, где будут боевые действия идти, то Тайвань получит очень много выгоды от противостояния Китая и США, потому что это будут те китайцы, грубо говоря, которые будут рукопожатными в США, и они получат все привилегии, все бонусы, и они, и компания никто не тронет, то есть наоборот даже будет вложение американцев в Тайвань дополнительное, и Трамп очень благосклонно относится к тайваньцам, и сейчас Тайвань идет на дальнейший разрыв, сознательно, зная риски войны, зная все риски, они идут на разрыв с Китаем, чтобы стать антикитайской крепостью, в руках непотопляемым американским авианосцам, вот так говорят, в руках китайцев, то есть акции в Вьетнам и тайваньских компаний будут расти, и они будут расти, они будут стабильны, как минимум, если не будет варианта горячей фазы войны. Сейчас есть три направления, где могут сойтись условно в войне китайцы и американцы, то есть наименее вероятны, это реально Тайвань, потому что там это прямое столкновение, это какие-то, ну то есть это вероятно, но менее вероятно. Есть направление Северной Кореи, то есть сейчас умрет Ким Чен Ын, соответственно, будет дележка власти, в ней вмешаются в эту ситуацию и американцы, и китайцы, это будет повторение такой Корейской войны 2. Есть направление Вьетнама и Южно-Китайского моря, то есть вот это три направления, где китайцы могут с американцами сойтись за какие-то, ну то есть именно, когда будет открытая фаза конфликта. И если это не будет Тайвань, Тайвань будет просто в очень серьезном плюсе по итогу этого всего. А можно тогда говорить о том, что Китай может потерять доступ к технологиям полупроводниковым, потому что, насколько я знаю, на том же тайваньском предприятии размещают свои заказы и китайские лидеры, как Huawei и другие компании. Полупроводники, конечно, полупроводники – это после нефти второй по объемам импорта в Китай, соответственно, товар. И импортируется он из Южной Кореи, Тайваня, Японии, Соединенных Штатов. Конечно, Китай будет просто задушен полупроводниковым эмбарго. И что он будет делать? Ну, я уверен, что Китай просто будет контрабандно их поставлять, просто будет пытаться что-то создать. Но он заставил несколько... Развернуть свое производство они не смогут? Им очень тяжело. Они, скорее всего, ну то есть они развернули, они заставили локализоваться Qualcomm, например, в провинции Гуйчжоу. То есть вот таким действием они несколько предприятий заставили локализоваться. То есть в случае чего эти предприятия как раз пойдут под... Да, они будут национализированы, они будут, соответственно, производить эти вот чипы. Но, опять же, придумать новые полупроводники китайцы не смогут. И я хочу подчеркнуть, что вот этот год, если бы не коронавирус, и следующий год, они были объявлены годами научно-технического сотрудничества Китая и России. У нас были очень большие планы. Я в прошлом году несколько делегаций с нашими НПО возил в Китай. там были договоренности о создании совместных предприятий. То есть китайцы очень сильно рассчитывают на то, что наши НПО будут помогать им, скажем так, в дистанцировании от американских НТС. Но уже говорить о том, что они будут экспортировать эти технологии, мы уже не говорим. Будет производство, да, уже налаженное. Наша инженерная школа просто будет ядром для китайского научно-технического прогресса. Я просто для подписчиков немножко одно слово скажу, потому что не все это понимают. Есть такая компания ARM, британская, которая, по сути, имеет лицензии на спецификации этих процессоров. И да, можно, конечно, скопировать, можно их подпольно производить, но вы не сможете продавать на этих рынках, не получая сертификацию этой компании. А значит, компания, там, условно, Huawei или другие компании, которые производят, например, продукцию высокотехнологичную, скажем так, смартфоны, компьютеры и прочее, они не смогут эту продукцию экспортировать. И это большой объем экспорта выпадает. Я правильно понимаю? Я думаю, что экспортировать, ну, в случае обострения конфликта, да, Huawei не сможет экспортировать. И многие другие компании смогут экспортировать за ТИЭ там и так далее. Вопрос сейчас, каков объем будет этого конфликта? Я по ощущениям понимаю, что, скорее всего, Си Цзиньпин все-таки договорится в итоге с американцами к концу года, к началу следующего года, хотя к разным вариантам Си Цзиньпин готов, но за счет того, что американцы, например, арестуют собственность комсомольских корпораций. То есть, здесь, как бы, выиграет и Трамп и Си Цзиньпин, и... Кто-то пойдет под нож. Под нож пойдут как раз вот эти вот левые глобалисты. То есть, как раз Демпартия, комсомольцы, Ангела Меркель, они глобально во всем мире сейчас идут под нож. И это естественный процесс развала мировых хозяйственных связей. Но после того, как они под нож пойдут, ведь научно-техническая революция не совершается в течение года. Она там совершается много-много лет. Все равно ситуация провала вот ну, некого такого обрушения мировой экономики она останется. Поэтому дальше уже будут прямые конфликты. То есть, вот этот вот под нож пущенный комсомол, он, ну, скажем так, даст китайцам и американцам удержаться от войны год-полтора. Вот что-то вот такое. Но все равно, то есть, как бы, сама логика процесса исторического, она, как бы, неизбежна. Одной фразой, если выразить классика, Боливар не выдержит двоих. Да, Боливар не выдержит двоих. Все верно. Николай, я думаю, что у нас достаточно сегодня информации получилась. Я очень вам благодарен за это расширенное интервью. И надеюсь, моим подписчикам это тоже было полезно. Всего доброго. И, возможно, мы еще раз встретимся, если вы не против, через какое-то время, чтобы обновить, обновить информацию о Китае. нашим подписчикам это будет интересно. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok